Второй всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг» прошел в селе Ивановка Ульяновского района. Здесь реконструировали героический бой времен Великой Отечественной войны. Освобождали город Велеш. Подробности у нашего корреспондента. Грохот пушек и минометов, запах пороха и вокруг все в огне. Территория Ивановского детского дома на время превратилась в поле боя под Смоленском. Время будто воротилось вспять в далекий март 1942-го. Советские солдаты освобождают город Велеш. Один за другим уничтожаются фашистские рубежи. Это действительно очень страшно, когда вокруг тебя взрывается пиротехника. Тебе холодно, жарко или какие-то разные погодные условия есть. И ты просто сидишь в этих окопах и думаешь, боже мой, когда же все это закончится. О чем же думали люди, которые были на войне. Это очень страшно. Получаешь огромный выплеск адреналина. И в конце, конечно, удовольствие от того, что ты сделал, хорошее дело. Фашистские машины, советский Т-34, артиллерийские орудия, мотоцикл «Урал». Вся техника в полном соответствии тому времени. Моя роль как бы стрелять из этого ДОТа, прикрывать отход своих братьев. Также работать по ситуации. Может быть, какие-нибудь вводные тоже команды поступать. И вот советские солдаты одерживают победу. Враг повержен. В реконструкции приняли участие военно-исторические клубы Ульяновской области и других регионов России, а также воспитанники детских домов. Фестиваль собрал около полутора тысяч человек. Это не просто игра в войну. Это приобщение к нашей великой истории. А значит, это еще и знакомство с нашими героями. Значит, это еще и воспитание в себе лучших качеств российского характера. Место проведения фестиваля было выбрано не случайно, ведь именно в стенах Ивановского детского дома воспитывался Александр Матросов. Военные реконструкции здесь проводятся уже несколько лет. Как вы знаете, у нас герои Советского Союза и Зоя Космодемьянская, и Матросов. Это великие имена, которые на сегодняшний день необходимо заново реанимировать. Надо необходимо ставить пример подрастающему поколению. Поэтому вот как раз такие подобные фестивали, они позволяют еще раз молодежи, вовлечь молодежь в духе уважения в своей стране, в воспитании патриотизма. И мы это направление собираемся дальше развивать. Не успела отгреметь это сражение, как организаторы уже строят планы на будущий год. К 75-й годовщине подвига Александра Матросова планирует изготовить настоящий дзод. Любовь Фомичева, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Ульяновского района.